Наша всеми любимая Мишка нас покинула, но я нашла видео, которое я сняла раньше и до сих пор не смонтировала, в котором есть она. Я подумала, всем нам будет очень душевно и приятно посмотреть на нее снова и вспомнить те счастливые времена, когда она была рядом. Я постаралась для вас сделать это видео веселым. Спасибо вам за просмотр, вашу волшебную поддержку, лайки и комментарии, то, что вы все очень много теплых слов написали мне в Телеграме. Привет, я Animagic, со мной тут мои собаки, кошка, но сегодня видео будет не про них, а про других моих питомцев. Вы про них постоянно спрашиваете, где они, что они, что там. Улиточки, охотины. И сегодня будет необычный для них челлендж, про который я узнала. В Британии происходит такой вот конкурс улиток, гонки улиток. Вот так примерно это выглядит. Я подготовила из нашего круглого стола специально такой же стол, как у них в конкурсах. Вот это вот у нас финиш, последняя линия. Почему именно круглый стол, а не вот такие вот линии, да, как обычно в гонках там у лошадей, у собак у всех используется? Потому что улитка, по логике, чаще всего, она не поползет вперед, она поползет куда-нибудь. И поэтому в этом конкурсе у них везде используется именно круглая поверхность. Надеюсь, это будет длиться не сутки. И кто из них первый доползет до финиша, тот и победил. Юмичу, кто это там такой? Это у нас улитка, которую вы могли видеть на канале Magic Pets. Мэри, она самая огромная. Она одна из первых, она очень тяжелая. Видите, какая она большая. Смотри, Юмичу, кто это? Юми так интересуется улиткой. Кто там такие? И у каждой будет свой номер. Номер один. Это у нас Гэри. Он какой-то сегодня соненький. Номер два. Вот эта улиточка. Она выращенная уже нами. Вот такая улитяндра беленькая. Похожа на Мэри, но только у нее цвет другой, она белая. Не намного меньше. При том, что она намного младше. Поколение детей. Они вообще детки. Вот они такие маленькие. Можете себе представить, что Мэри и Гэри, вот эти вот два гиганта, когда-то вот такие были. Вот такие вот малыши. Давайте придумаем имена. Напишите в комментариях тоже не только, как вы думаете, кто победит, но и имена ребятам четвертому и пятому. Но мы их тоже сейчас сюда положим. Не забывайте, ребята, подписываться на наш канал. Мы идем к трем миллионам. И если хотите много других челленджев... Челленджев. Ставьте лайк. Давайте 100 тысяч лайков набирать всегда на каждом ролике. Подумайте, кто победит. Я думаю, почему-то, что Мэри победит, потому что она самая огромная. И она быстрее всех, скорее всего, доползет до финиша. На старт, внимание, марш! Они побежали. Ну все, ждем. Алиска пришла, смотри. Алис, смотри, какие тут червячки смешные. Они шевелятся. Хочешь на них посмотреть? Мне кажется, первое место у нас обеспечено просто Мэри, потому что Мэри реально фигачит. Она просто побежала, побежала. Гэри решил проверить, что у него там на этом. На спине. Такой, да какой старт? Какое вообще соревнование? У меня тут какая-то бумажка на спине. Пополз такой себе на спину. Все остальные пока пытаются понять, что происходит. Видимо, и где они. Гэри, давай, Гэри, ну давай, иди, ползи. Ты что? Победи, Мэри. Одна Мэри к финишу ползет. Она реально сейчас победит. Мне кажется, она реально победит. Тут важно еще то, что они пересекают вот эти линии. Вот смотрите, например, если четвертый и пятый в итоге никуда не поползут, важно, что четвертый от линии дальше, а пятый уже к ней приблизился. Прям вот четко видно, что Мэри уже двигается ко второй линии. Она уже прям стремится туда. Гэри пока что только, по-моему, собирается к первой поползти. Вообще, посмотрите, как Мэри тащит за собой раковину. Она прям передвигается. Пятый малыш уже приближается к первой линии. В то время как четвертый ползет от линии назад, на старт. Третья улиточка наша, Спанч, тоже направился куда-то назад, вместо того, чтобы ползти в сторону. Юми, ты поддерживаешь Мэри? Ты Мэри поддерживаешь, да? Мэри уже приближается ко второй линии. Она прям раковину за собой эту подтягивает. Ааа, как это выглядит. Гэри наконец-то пересекает первую линию. Ну, по крайней мере, подполз к ней. Мэри реально быстрее всех. Она приближается ко второй линии. Кажется, сейчас пересечет ее вот-вот. Малыш под номером пять приблизился. Кто же к первой отметке? А четвертый вообще запутался. Она настроена на победу. Это точно. Юмичу тут ее поддерживает. Точнее, мешает немножко. Может быть, Юмичу за кого-нибудь другого, наоборот, специально мешает. Но Мэри это не смущает. Просто вообще пофиг. Интересно поворачиваются события. Посмотрите, уже просто финиш скоро будет. Просто на финиш ползет Мэри. Может быть, нужно Гэри поманить яблочком? Смотри, Гэри. Гэри, давай. Я сейчас намажу вот так вот яблочко ему. Гэри, давай, ну хотя бы второе место. Давай. Вот он, путь. Яблочный путь. Малыш, давай. Смотри. Вкуснятина. И самое смешное в этих конкурсах, которые я видела, там вот эти чуваки, которые, ну, хозяева улиток, они стоят такие, Джонни, давай, Джонни, давай. Это так смешно, потому что они такие эмоциональные, как будто происходит нечто невероятное. И улитки такие, почти не двигаются. И чуваки такие бегают вокруг стола, такие, давай, давай, Джонни, давай, Мэри, Гэри, вперед. Да, Софи с Юмичу думают, что это у них какой-то конкурс, и надо что-то сделать, чтобы получить яблоко, но ничего не происходит, да, Юми? Мэри уже приближается к финишу, она точно победит и займет первое место. Вопрос в том, кто займет второе, третье, четвертое и пятое. Ну что ж, к финишу у нас первой приходит Мэри. Она пересекает финишную прямую. Еще немножко. Поразительно просто, что она смогла и сделала всех, ребята. Самое первое, пока все подтупливают в самом начале, Мэри доползает до финиша. Заслуженный кусочек яблочка Мэри сейчас получит. Юми нет! Она сейчас его скинет, это яблоко. Скинет Юмичу, улитка покормит, накормит Юмичу. Нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм. Ребята, пока мы наблюдали за Мэри, которая уже на финише, у нас случился просто невероятный прорыв. Во-первых, Гэри подходит ко второму этапу. А во-вторых, наш пятый малыш тоже приближается к этому этапу. Он наконец-то вышел из стартового круга и пополз. Он пополз! Он ползет и, в принципе, может быть, даже опередит Гэри. У Гэри сантиметра три до вот этого круга, а у него сантиметров пять, я думаю, шесть. Гэри приближается ко второму кругу. Главное, чтобы не получилось сейчас, что он поползет вот так вот куда-нибудь в сторону. То есть не напрямик вот сюда. Яблочный путь. Смотри, смотри, яблоко. Яблоко это вкусно. Так, Гэри все-таки переходит первым. Второй круг и приближается к финишу. В это время малыш под номером пять тоже приближается ко второй линии, но не успевает ее пересечь, не успевает опередить Гэри. Я думаю, все-таки это из-за размера. То есть Гэри больше, и его одно движение, оно намного быстрее, оно намного мощнее, чем у малыша. То есть, возможно, если бы малыш был такого же размера, с его энтузиазмом, он бы сейчас поравнялся с Гэри, и они бы вдвоем ползли примерно в одном темпе. Мэри первое место, она у нас на финише, она финалист, и у нее первый номер Гэри, видимо, будет второе место, потому что у него номер два, точнее, я ему наклеила номер два, и, видимо, он победит, потому что он уже вот вообще в нескольких сантиметрах от финиша. А малыш пока что еще притормаживает, и куда-то поворачивает немножко не в ту сторону, поэтому, возможно, он до финиша быстрее, чем Гэри. Четвертый малыш... А, Гэри совсем близко, но пока что он не пересекает, он как будто дает фору малышу добраться. Он пока не пересекает линию. А вот этот вот четвертый малыш, он просто вообще... Он вообще забил. Он остался на старте, он даже, просто даже не подвинулся за первый круг, потому что спанч уже прошел половину. Все, Гэри дополз. Гэри занимает у нас второе место. Гэри под номером два занимает второе место. Юми, это яблоко не тебе, а для Гэри. Держи, Гэри. Сейчас Гэри тоже... Эй, Юми! Нет, не отбирай яблоко у ребенка. Ну и третье место у нас справедливо, я думаю, сейчас займет малыш под номером пять, потому что он уже тоже... Чуть-чуть он Гэри проиграл, прям вот несколько секунд. Он просто чуть-чуть проиграл, он уже добирается до финиша. Последние просто шаги, все! У-ху! Пересекает! А третье место, мне кажется, займет спанч, и это произойдет, ну, часика через... Ну, через часик, наверное. Юми опять... Юми опять своровала яблоко. Гэри такой, а где мое яблоко? Кажется, я уронила его в пропасть. Как так? Малыш номер пять кушает яблочко. Юми просто не видела, как мы его подложили, поэтому не отбирает у него. На финиш первой пришла Мэри, вторым пришел Гэри, и третьим пришел малыш номер пять. Двое! Спанч и малыш номер четыре остались практически на старте. И увидимся скоро в новых роликах. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok